Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Страница 11, упражнение номер 18 Прочитайте, определите падеж имен существительных Шили из ткани, из чего родительный падеж Остановились около здания, остановились около чего родительный падеж Плыли по небу, почему дательный падеж Подъехали к старушке, подъехали к чему дательный падеж Смотрели спектакль, смотрели что? Винительный падеж Влетел в окно, влетел во что? Родительный падеж Украсились и ним, украсились чем? Творительный падеж Вырос под березкой, вырос под чем? Творительный падеж Купались в море, купались в чем? Предложный падеж Прочитали о медведе, прочитали о ком? Предложный падеж Подберите каждому именем существительному подходящее по смыслу имя прилагательно и слово для справок Запишите словосочетание. Слова для справок. Высокого, шелкового, голубому, лесной, открытой, интересной, молодой, теплым, серебристым, буром. Укажите падеж имен существительных, имен прилагательных. Выделите их окончание. Умен существительных и прилагательных будет одинаковый падеж. Давайте посмотрим, какие словосочетания у нас получат и запишем их. Сшили из шелковой ткани. Родительный падеж. Остановились около высокого здания. Родительный падеж. Плыли по голубому небу. Дательный падеж. Подъехали к раздельно лесной сторожке. Дательный падеж. Смотрели интересный спектакль. Винительный падеж. Влетел в открытое окно. Винительный падеж. Вы украсились серебристым инеем. Творительный падеж. Вырос под молодой березкой. Творительный падеж. Купались в теплом море. Предложный падеж. Прочитали о буром медведе. Предложный падеж. Выделим окончание имен прилагательных. Шелковый ой. Высокого ого. Голубому ому. Лесной ой. Интересный ой. Открытое ое. Серебристым. Молодой ой. Теплом ом. Буром ом. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал.